На стыку зимы и весны отзначается это смачное, веселое и житерадостное свято. Миновито на Масленицу проводился некий рубеж, до которого в свете понабыл холод, а после Коншаткова приходило тепло. У Гомели масленичные гуляния разгорнулись на пяти плясовках во всех районах. А кроме традиционных мероприемств, дегустации блинов, лажания по слупе, спаливания пудзела зимы, организаторы подрыхтовали абсолютно новые конкурсы и шоу. В першине у Гомели прошел чемпионат по мини-рэгби с перетягиванием каната и гонками на метлах. На плясовце каля Дома культуры фестиваля прошел показ «Ветер пираминов-2017». Пригажение с центра моды «Хрустальная нимфа» закликали в весну коллекция модного легкого оденья. Несмотря на мороз, собственно, было на сцене очень тепло, хоть и немножко скользко, но я думаю, мы прошлись отлично. Яркие костюмы дает огромный заряд настроения, было круто. Народные гуляния ладили и каля Лядового палаца. Сюда горожан привабливали под частунками. Всю разностаенность традиционных масленичных страв представили на сырном кермаши и блинафесте. Святочный настрой подрымливали песнями, танцами и конкурсами. Тут можно было не только на слух залезть, типа спрашаться у бои на подушках, а и извернуться в весельную контору. Свайба у нас прошла сегодня неожиданная, погода прекрасная, настроение отличное. Ну, в общем, праздник, праздник отличный все. Спасибо огромное. Кульминация свята – спальвание пудела масленицы. Эта традиция мае глубокое значение – знищить символ зимы и воскресить весну. У огонь треба отправить усе неприемности и кривды и пожадать себе и близким поспеху и нового доброго и урожайного года. Катярына Сапельникова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».